Девушки отдыхают В связи с этим вопрос Форест Гамп или Беги, Лола, Беги? Это кто вообще? Это два фильма Пускай будет Форест Гамп А бегать или забивать? Забивать Ты завел собаку недавно? Ты в курсе, что на прогулке собаки любят бегать? Да Будем бегать Какая порода? Мультипул Как назвал? Тера Любимая плана поля? Под нападающим, назовем так Расскажи про свое празднование с аплодисментами Откуда оно взялось? О, Господи, так это С днем рождения кого-то поздряю на тренировке И Чуть подурачился Так и пришло А сейчас у тебя какое-то новое Что оно означает? Да это не новое Да это я вообще так сделал один раз в Чертаново Когда мы играли С кемогрозит М2, по-моему Ну и все, я периодически его так делал А раз ты умеешь придумывать празднование Можешь тебе князяну придумать на конец какой-то? Так он со мной празднует вроде нормально получается Так он либо с тобой, либо с Дзюба Если вы не забиваете, ему сложно Он с это теряется и просто бежит как сумасшедший Ну и на коленках катится Это же тоже празднование Сталкивался с фанатами Спартака? Тебе предъявляли за уход из клуба За какие-то слова в адрес? Нет Не сталкивался и не предъявляли В интернете говорят очень много хейтеров В обычной жизни приходилось с ними вообще пересекаться? Нет То есть все, кто лично видит, все говорят что-то хорошее? Ну да Если кто-то Ну так ко мне очень редко подходит Не узнают? А когда узнают самое, не знаю, приятное, что тебе говорили? Неожиданное, может быть? Если просто в жизни, меня очень редко узнают Даже, наверное, не помню, когда последний раз узнавали А ты чувствуешь, что тебя узнают? Да Фоткать начинает? Ну не фоткать, а просто О, господи, боже Только это в два раза громче говорят Завершить карьеру в Чертаново или в Спартаке? В Чертаново Одно качество в своем характере, которое хотел бы исправить? Спыльчивость, наверное Как это проявлялось в последний раз? Ну там, в жизни, может быть? Ну это, наверное, больше на поле всегда проявляется А в жизни Ну не люблю, наверное, раза по три-четыре повторять Я знаю, что ты пару раз был близок к тому, чтобы тебя удалили за слова в адрес арбитра Но партнеры по команде тебя немножко так оберегают от этого Кто чаще всего это делает? Да, ну Бара, наверное Ну иногда Дзюба Что они говорят? Ну, типа успокойся, там Либо у тебя и так желтое есть Либо у тебя там три желтые Когда Локомотив станет чемпионом? Надеюсь, в скором времени Будем стараться, чтобы в следующем сезоне Любимый комментатор детства и прямо сейчас? Генич, наверное, не знаю Ну я не обращаю на это внимания, поэтому Узнаю того и сказал С кем сегодня вот буду сниматься? Вот они Нам вот, например, Зиньковский говорил, что Когда Шнякин комментирует, он звук выключает У тебя есть такое? Да нет Я не сильно громко делаю телевизор Вот Чертаново в 2020 году могло выйти в РПЛ Какое бы место они там заняли? Ну, я думаю, в шестерке, точно В семерке Ну, если бы вот все те игроки, которые сейчас играют И были в Чертаново, то я думаю Ну, в семерке, я думаю, мы точно были бы Он вернулся Он вернулся! Костя! Кто вернулся? Ну, он же вернулся Кто он вернулся? Ну, подгон Подгон вернулся? Ну, подарок от Винлайн Какой подарок от Винлайн? Подарок, он же подгон от Винлайн всем новым пользователям? Какой подарок? Он же подгон от Винлайн всем новым пользователям? Ну, подарок, он же подгон. Всем новым пользователям от Винлайн три тысячи рублей. Вернулся? Вернулся! Ты бы смог сейчас жить в Смоленске? Прям жить? Да. Или жить, но какое-то определенное количество времени. Насколько бы тебе хватило? Да я не знаю. Я приезжаю на две недели туда. Ну, например, когда зимой не будем далеко ходить. Вот в декабре я приезжал две недели, нормально. С родителями, был с друзьями, отдыхал. А какой отдых в Смоленске? Ну, то есть я условно приезжаю в Тюмень, меня хватает на три дня, я больше не знаю, что там делать. Что делать в Смоленске? Ты знаешь, что у тебя нет развлекательной программы там. А у тебя какая развлекательная? Да ну просто с друзьями где-то там ходим, гуляем, я не знаю, общаемся. Ну, если я долго не виделся. А что спрашивают смоленские кореша о твоей жизни в Москве, о локомотиве вообще, о твоей жизни чаще всего? Ну, с теми, с кем я общаюсь сейчас в Смоленске, они все знают, в принципе. Они футбольные люди и приезжают ко мне в Москву часто, поэтому, ну, в общем, они все знают. Дзюба сейчас запасной, вернемся к нему. Он все еще и лидер в раздевалке? Да, конечно. Бывает такое, что он берет слово в раздевалке в перерыве или после игры и говорит какие-то важные слова, когда это было последний раз? Да, вот перед последней игрой это было. Что он сказал? Ну, что надо всем выйти и биться друг за друга, потому что мы и так два матча, можно сказать, провалили. Это было с Балтикой? Да, на кубок. Чему ты научился у Дзюбы? Сейчас пошутил, но люди не поймут. Смотришь ли ты с ним какие-нибудь шоу? Ну, вот это вот, Денис Сослуцким. Понравился какой-нибудь выпуск с кем-то конкретно? Ну, с Евгеном прикольный был выпуск. Потом Фролл приходил. А сам бы пошел на такое шоу? Да не знаю, можно было сходить, наверное. Хотя, ну, я еще 10 раз подумал. Как ты воспринимал критику от ТДСК в Спартаке? Честно сказать или соврать? Честно, у нас честная программа. А какую критику? Ну, раз ты задумался, значит, она была. Какую он? Да, особо он даже не разговаривал. А вспомни фолл на Айртоне, когда ты играл в Химках. Что там произошло? Это было умышленно или случайно? Ну, я не хотел, словно говоря, прям туда его ударить. Но, скорее всего, это было специально сделано. Потому что он раза четыре на мне свалил. И, то есть, этот фолл уже был, наверное, пятый или четвертый на мне. И он должен был получать вторую желтую, скорее всего. Если бы я бы не ударил, бы у него была вторая желтая. В чем уникальность Академии Чертанова? Расскажи тем, кто не знает. Отношения и подготовка игроков. Ну, в принципе, отношения даже там в быту. Позволяешь себе фастфуд? Какой любимый бургер? В Макдональдсе чизбургер. Я в Макдональдсе им только два чизбургера. Где еще? В KFC? Шефбургер или как он там называется, по-моему. Ну и все. Ты допускал, что перешел бы в ЦСКА. Есть клубы, в которые бы ты точно не перешел? Могу сказать, Спартак, наверное. Зачем мне туда возвращаться? Мечта играть в Барселоне еще осталась? Конечно. Чего не хватает, чтобы там оказаться? Ну, помимо известных факторов. Именно тебе в чем нужно самому прибавить? Как ты считаешь? Ну, чтобы там играть, наверное, во всем надо прибавить. А есть клубы из Европы, в которых ты реально мог оказаться в последние годы? Кто там предложения делали, слухи ходили? Не было такого. Ну, я не слышал, по крайней мере. Ты называл Тавалаева самым жестким тренером в карьере. В чем проявлялась жесткость? В общении, наверное, с некоторыми людьми, когда я слышал. То есть не с тобой, а фоном ты? Да, да. Да. Приведу один пример, наверное, когда он пришел к нам в Крылья. С нами, ну, на тот момент и я был молодым, хотя я сейчас не старый. Вот. Но там моложе меня еще тренировались футболисты с нами. Вот. И он красиво обращался по, ну, там имени, сокращенная фамилия, может. А к ним просто молодой. А ты представляешь, Тавалаева в топ-клубе РПЛ? Да, почему нет? А Осенькина? Да. Кто самый мягкий тренер, с которым ты работал? Ну, я не слышал, наверное, Штоп Кононов. Вот раз прям очень громко ругался или там пинал бутылки, например, или бутс. У меня следующий вопрос как раз про это. Самый суровый разнос от Кононова в Спартаке. Тим не было, наверное, не помню. А как звучала эмоциональная установка на матч от Кононова? То есть, условно, там, вы горите, в перерыве он заходит, и как это? Просто разговаривают? Ну, наверное, на тот момент я не был в раздевалках. Я в перерыве разминался, поэтому я не слышал. Как и когда ты понял, что ты не нужен Спартаку? Ну, наверное, в тот момент, когда я ушел из него. Ну, в аренду, в крыле. Ты говорил, что считаешь педефутбол смешным явлением. Почему? Я не говорил такого, я сказал про их высказывания. А смотришь игры? Ну, сейчас, может быть, буду смотреть, когда будет черта на игры. Так мне было не сильно интересно. Ты азартный человек? В каком-то плане, наверное, да. Кто из Локомотива мог бы точно заиграть в Европе? Ну, кроме Нинахова, понятно. Ну, Антоха, Миранчук, Пиняй, я думаю. Вот еще, Утики. Утики есть, оп, цыскал. Самый сложный соперник в этом сезоне – РПЛ. Против кого было тяжелее всего? Знаешь, нам, наверное, со всеми сейчас непросто играть. Поэтому тут нет таких. Господи, мы в Балтике идем в первом тайме 3-0. Выходим и за две минуты пропускаем два мяча. Поэтому для нас нету, наверное, легких. Что не так? Почему пропускаете два после 3-0? Не знаю. То, что с нами начинает происходить. Внутри команды нет ответа на этот вопрос. Вы обсуждали. Не знаю, может, нашли виноватого. Может быть, поняли, что это комплексная проблема. Может, тренер вам сказал в чем? Не, ну, мы выходим, там, например, 1-0 ведем, там, после перерыва выходим. Там, давайте, давайте, все. Не пропускаем, там, это. Потом пять минут проходит, раз – гол. А у тебя есть личная цель на сезон – голы и передачи? Да, прям такой цели нету. Просто помогать команде как можно больше, там, голевых действий делать. Неужели ты ни с кем не забился на какие-то голы и передачи, что ребята часто это делают? Не. Будь это, там, голевая передача, будь это гол. Главное, чтобы приносило пользу команде. Самый недооцененный футболист России. Ну, может быть, например, есть такой парень, у которого статистика за этот год, там, 10 плюс голевых передач и 10 плюс голов, но, например, он не любит бегать. Есть такой парень, может быть, он? Ну, может он, пускай будет он. Локомотив в этом сезоне дважды победил «Зенит». Что нужно, чтобы опередить его в таблице? Все игры, наверное, выиграть. Вот, кстати, Смолов говорил в интервью, что когда там «Динамо» играет с «Зенитом», у него есть ощущение, что «Зенит» играет не на полную, они на расслабоне. Видно, что если вдруг, они могут прибавить в любой момент, и что они достаточно вальяжны. Ты, когда играешь против «Зенита», ты это чувствуешь? Не знаю, мы две игры выиграли, поэтому. А там уже на полную они играли или нет, это уже их проблема. Три слова, которые чаще всего проносились в голове, когда Николаю Ларину зачитали приговор. Катастрофа. Ужас. И так нельзя, наверное. Что делать, если грустно? Смеяться. Оказавшись перед Карпиным, что ты ему скажешь? Ничего, скажу «Здравствуйте», руку пожелаю еще. Побежали. Спасибо. У меня все. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...